И в каждом пропеллере дышит Однако здравствуйте! Настроение, настроение, настроение Его надо же настроить Это очень непростое дело Но если вы кое-что будете знать Иметь кое-какую практику То у вас непосредственно все получится Поэтому есть люди, которые меня смотрят в первый раз И у них там Они просто-напросто не видели людей Которые открыты, открыты миру Это мало кто понимает Открытым миру человек радостен Он воспринимает этот мир Воспринимает все, что ему дает этот мир И от радости большой он ему так же дает Итак, рубрика ответы на ваши вопросы Очень интересные вещи тут будут Очень интересные Так, мой травник солодка Я сейчас делаю траву Лаванду Очень интересные вещи Очень интересные вещи Просто я ее вкратце изложу Так, дальше Приветствую Петрович В пятницу почистил печень первый раз Молодец Строго по рекомендациям Светоча Отлично, браво Полет нормальный Следующую чистку можно делать через неделю Вопрос Или лучше через пару недель Как в книге написано у вас Вот смотрите Вот тут, как бы сказать Ответ таков Если вы чувствуете, что вы восстановились через неделю Все у вас нормальненько Все у вас Вы отошли от чистки Как бы сказать Появилась сила Вы можете делать через неделю Если вы чувствуете, что вы еще не восстановились Вы не то, что через две недели Вы через три недели не делаете Вот как только почувствовали, что все у вас восстановилось Все у вас нормальненько И делаете То есть, в любом случае, все эти книги, это что-то усредненное, к сожалению. А конкретизация идет на основе вашего самочувствия. Поэтому, вот я вам разъясняю. Так, собственноручно, дом сложил, толковому человеку все по плечу. Но, будем так говорить, дом-то я не слаживал, но я решил, что. Пора обзавестись собственным домом. Хотя у меня был там маленький дом, все там такое уже, так более-менее. Но вот, чтобы дом этот был, как дом, знаете. Ох, дом радуется я. Я никуда не уезжаю. Мне так хорошо в своем доме, в своем дворе, что меня особо никуда не тянет. Ну, летом, кроме что там, съездить, искупаться, да и все. Далее. О, я как раз для чистки подсолнечного масла настаиваю на порошке горчицы и гвоздики. Спасибо вам за наглядное руководство. Значит, смотрите. Когда мы с вами, допустим, берем масло, подсолнечное масло, лучше взять рафинированное, чтобы там не было никаких веществ. Почему рафинированное? Потому что нам надо, чтобы оно лучше вытянуло. А когда оно не рафинированное, то есть полным-полно своих веществ, ну, оно больше годится для салатов. А нам для того, чтобы вот эти, грубо говоря, процедуры делать, и чтобы оно лучше, так сказать, тянуло на себя вещества, мы как раз используем вот горчицу и гвоздику. Горчица и гвоздика придадут маслу жгучие свойства противомикробные, которые пережигают лучше слизь, лучше действуют на грибков, на всю эту плесень, знаете, вот лучше расширяют эти все проходы. Плюс еще вот это в горчице, да и в гвоздике особенно содержатся вот эти душистые вещества, которые разрыхляют вот эту вот желчь, которая там застоялась, которые, значит, ее расширяют протоки, все это дело делают. То есть они еще придают энергетике. Это важно понимать. И потом чистка на таком масле идет лучше. То есть она как антибактериальная будет, противопаразитарная, значит, жирче-разжижающая, усиливающая энергетику печени. Вот это лучше действует, такое масло. Так что берите на заметку. Следующие. Абрвалг. 888. Здравствуйте. Соду пью натощак уже 5 лет. Только хорошие результаты. Если вы ее правильно будете употреблять, в правильной дозировке и в правильное время, то все будет нормально. Не следует, знаете, фанатеть, что сода там что-то там сделает такое-сякое, и там больше дозировку соды. Все должно быть в меру и к месту. И тогда все работает отлично. Хорошие результаты. Жалко, что не написали, какие именно результаты. Далее. Ну вот приятно, приятно почитать. Голодание и сверхспособности. Как же я вас люблю. Спасибо вам за ваши труды. За вас. Тим-дюм-дюм из сердечки. Ну, этому посетителю каналу мне хочется ответить стихотворением. Пусть вам мечтаются красивые идеи. Пусть мысли исцеления окружат. Пусть будут в сердце вашего устремления, которые до Бога долетят. И пусть от них сгорает скверность. Счастливой сложится судьба. Пусть очищается пространство для лучшей жизни. Здесь и навсегда. Здоровья, счастья, успехов. Дальше. Читала ваши книги. Спасибо вам. Ну, читать это хорошо. Желательно как-то применять бы. Ах, так, так, так. Дальше. Огромная благодарность. Благодарю вас. Как можно купить ваши книги? Я уже давал. Знаете, еще раз. Вот у меня появилось желание, что вот книги я нашел, распространить. Но это желание надо реализовать. И оказывается, реализация-то... Ху-ху-ху-ху-ху. Туда-сюда пойти, то-сё сделать, там-сам. И, короче, это все благополучно завалилось. Поэтому покупайте на зоне. Тем более я вам дал ссылки, как, что. Там какая-то цена приемлемая. Я как автор не могу по такой цене продавать. Это, знаете, люди, которые... Которые не ценят, что в этой книге. Для многих людей, которые мне писали, что вот я просто-напросто шла или шел по улице, вижу, как эта книжка валяется, взял. Оказывается, это ваша книга. Я ее применил и избрался от сложного там заболевания. То есть, буквально-таки жизнь спасло. За спасение жизни, ю-ху-ху-ху-ху. А, это так. А, а, на отвали. Так что на Озон, вот по ссылке, я вам все это там описал. Смотрите, смотрите остальные видео. Не то, что вот я вам сейчас вот даю. Вот ссылку вам. Это, знаете, когда вот человек хочет что-то продать. Вот продать, и, допустим, канал он сделал для того, чтобы продавать. И он все это продает. Другое дело, оцените знания и проявите свою вот эту благотворительность. Если вы чувствуете, что автор не просто бузит перед вами, а что-то дельное для вас делает. И что-то вы чувствуете, что дельное. Пожалуйста. В том году я дал там номер карточки. Смотрите, не каждый раз я ее выкладываю. Значит, дальше. Олег Борода. 1970, да? Одни лайфхаки. Петрович, что-то ничего не нахожу на вашем канале про самую насущную проблему человечества. Причину смертности номер один на всей планете. А, про сердечно-сосудистое здоровье. Ну, я, знаете, как-то особо им не страдаю в данный момент. Хотя у меня был геморрой, не без того. И он, так сказать, лет примерно с 19, да примерно, если не за 40, так сказать, дал хорошенько мне, так сказать. Ну, вы поняли слово на букву «П». Вот. Было дело. Ну, сейчас я вот так себя веду, что да как-то я нормально с этими сосудами. Особых проблем не ощущаю. Я вообще их не ощущаю. Поэтому этим делом издумываюсь. Так, инфаркты, инсульты косят людей со страшной силой. Так, инфаркты, инсульты косят людей. Это уже не, как бы сказать, не столько сердечно. Это сердечно-сосудистая проблема, да? Конечно. Инфаркты, инсульты. Многое зависит, опять-таки, от образа жизни. Вот если бы эти люди более-менее питались нормально, чтобы у них не было никаких запоров, нормально ходили в туалет, вот все начинается, все здоровье начинается с нормального стула. Если вы ходите раз, а то два раза в день, вот я сегодня уже два раза в день сходил, вот, у вас ничто из кишечника не всасывается в кровь и не отравляет вас, потому что все это попадает в сосудистые русла и пошло-поехало. Плюс, соответственно, питание еще. Плюс еще инфаркты, инсульты. Это связано с нашей эмоциональной жизнью. Когда человек зажат, вот я вам показываю, вот я свободен, видите, так раз-раз-раз, руки, ноги у меня ходят. А некоторые же люди, они же вот так от напряжения сжались, они боятся что-то сказать, а вдруг что-то там скажут, и они зажаты. И поэтому вот эти скелетные мышцы здесь напряжены, кровь выдавливается в центр, и она дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик ходит вот здесь вот по центру. Естественно, давление повышается. Давление понижается тогда, нормализуется, когда у нас расслаблена скелетная мускулатура, и вся кровь более-менее равномерно распределена по сосудам. А если мы это не знаем, не понимаем, плюс у нас нету двигательной активности, которая как раз и распределяет кровь по сосудистому руслу, вот эти вещи и случаются. Питание, эмоции, обездвиженный образ жизни. Вот и все. Вот это все убираем, и вы забудете об этих сердечно-сосудистых заболеваниях. Какое ваше видение этой проблемы? Как снижать вероятность от расслабленных сосудов? От расслабленных сосудов. Но постарайтесь правильно питаться. А правильность питания – это прежде всего умеренность. Пускай там какая-то пища не такая будет, как там хотелось, как описано, допустим, по умным книгам, якобы вот так надо сыроедческий, вегетарианский рацион. Просто пусть будет умеренность. И уже этого достаточно, чтобы вот этого теросклероза не было. Если вы еще профилактически будете очищать печеночку весной, раза два-три очистили, и делать прогулки. Вот я два этих самых километра делаю в день. Вроде бы немного, но регулярно. И уже я прокачал кровь, все там такое. Плюс еще раз в неделю, или там сейчас веса большие пошли, раз в десять, а то и примерно на день я учил это вот изодинамическую гимнастику. Да, е-мое. Так, и теперь вот интересно. Сами себя в этом плане проверяли, например, УЗИ сосудов шеи и головы, на предмет наличия в них атеросклеротических брешек. Это проблема номер один для всего человечества. А вот не проверял. Вы знаете, вот настолько мы уже не доверяем самому себе. Я не хочу сказать, что у меня шея там все нормально, она похрустывает там, похрустывает, похрякивает. Я все вам говорю, вы ориентируйтесь на свое самочувствие. Вот чувствуете, что у вас там начался какой-то хруст в шейном отделе. Вообще там суставы хрустят. Вроде как отложение солей, которое там начинает зажимать, там все это там такое. Ну и что, что вы там проверили, УЗИ сделали. Вот если бы у меня голова нормальная не работала, а это говорит о том, что у меня хорошее, или, скажем так, нормальное кровообращение, что я и стихи читаю, и память у меня прекрасная, и, ну короче, голова работает. Вы старайтесь сами себя диагностировать. Диагностировать на разного рода проблемы. Начиная с контроля за своим собственным сознанием и кончая уже контролем за тем, как у вас ваши физиологические эти самые функции работают, какие отправления идут, как вы мочитесь, как вы в туалет по-большому ходите, легко, просто, что там получается, ну, нигде там не болит, и так далее. То есть я эту диагностику привел, правда, в этой самой спонсорской подписке, потому что никто не смотрел. Вот. Вы диагностируете себя сами. А то УЗИ, ну, сказали, ну, что, что, как. Так вот, что, что, как. Вспомнил. Вспомнил. Значит, вот вы чувствуете, что у вас что-то действительно с шеи началось, какой-то хруст, то, что все вроде как там отложились разного рода соли и прочее, прочее. Что вы делаете? Берете лавровый листик и с утра съедаете его. То есть вы начинаете делать такие процедуры, которые способствуют очищению организма от солей. В книгах-то я изложил это все. Очищение организма от солей с помощью того-то, того-то, того-то. Самое простое, с утра, допустим, натощак лавровый лист съесть. Один листик. Но если мы это делаем регулярно, то, глядишь, месяца за три у нас с суставами, с шеей совсем по-другому хруста не будет. Ну и так далее. Значит, спасибо за поздравление чудесную песенку «Цветущий абрикос». Но я постараюсь и музыку сделать. Музыка так у меня звучит, но это надо съесть, что-то тут такое подбирать. Я думаю, знаете, попав в круг музыкантов, я там бы тоже нашел свое место. Я думаю, ну что, где-то в середочке я был бы так. А вот, а вот, а вот, а вот, а вот. Ну и на этом, пожалуй, ответы будут закончены на ваши комментарии. А вот перейдем к другой. Поехали!